Доброе утро! Всем привет! Здравствуйте! Настраиваемся на новый день! А у меня новый рецепт идеального утра! Берем немного веселья, щепотку радости, столовую ложку удачи и немного юмора. Отличная идея, Кать! Начинаем вместе с телезрителями экспериментировать и собирать дары лета. Посмотрим сюжет, что же растет в это время года. Татьяна с детства увлечена выращиванием растений, а в школе ее любимой дисциплиной стала ботаника. Идея создания крестьянско-фермерского хозяйства на территории Одинцовского округа появилась в 2004 году. С каждым годом плантация расширялась и появлялись новые сорта ягод. Изначально мы первые свои саженцы покупали в Белоруссии, потом была Польша, Германия. Так что с миру по нитке. У нас есть и новозеландские сорта, это Пуруну и Река. Есть сорта и американские абсолютно со всего мира. Саженцы до нас доходят. Голубика требует кислых почв, поэтому производители работают на привозном сырье, торфе. Сейчас, конец июля, начало августа, сезон сбора полезной ягоды только стартует. Татьяна, поделитесь секретом, как вы определяете спелость голубики? Ягода должна быть полностью синяя, и место крепления веточки к ягодке должно быть тоже синим на самой ягодке. И ягодка, она дозрела только тогда, набрала свои сахара, когда она легко ложится в руку. Вот в данный момент, это еще только начало сбора урожая, и в руку она не ложится. Но вообще-то она вот должна ложиться в руку, вот она должна легко отрываться. На данный момент садовый центр занимает около трех гектаров. Экологически чистая ягода – то, к чему стремится производитель. Поэтому обработка проходит лишь ранней весной, до распускания почек. Единственное полезное удобрение, которое используются – минеральные комплексы. Поддерживать такие хозяйства необходимо, ведь они крайне важны для округа. Также у нас реализуются и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области программы именно по поддержке таких предпринимателей, сельхозпроизводителей. Проводятся на постоянной основе ярмарки, фермерские, фестивали. Скоро Татьяна представит свою продукцию на фермерском рынке в селе Юдина. А в планах на будущее – оборудовать плантации тоннельными теплицами, что поможет снизить влияние погодных условий на урожай, а значит увеличит производительность. За лето все запаслись витаминами. Катя, узнать это проще простого. Сейчас зрители нам сами все расскажут. В эфире рубрика «Про опрос». Всем привет, меня зовут Зайцева Дарья, и это рубрика «Про опрос». И сегодня мы узнаем у жителей города Одинцова, как запасаться витаминами в летнее время. Ем фруктовый салат. Правда? А из чего салат? Из моркови, яблок и бананов. Все это потом берешь сгущенок и заливаешь, и вот такая штука. Фрукты покупаем на рынке, кушаем. С дачи кушаем. Ну, как и что? Ну да, витамины – это важно, но я ем яблоки. Но вот он больше об этом расскажет. Ну, люблю фрукты и ягоды. Витамин в основном – арбузы, дени. Ягоды собираем, там, фрукты, да. Помидоры, огурчики. Апельсины, лимоны, яблочки. Интересный сегодня день. Впрочем, как и всегда, 10 августа отмечается Международный день биодизельного топлива. Праздник экологически чистого топлива утвержден в память о первом его использовании – 10 августа 1893 года. Был запущен двигатель, работающий на топливе, основой которого стало сложно себе представить арахисовое масло. Ничего себе, арахисовое масло. Вот это да. А я предлагаю немного полениться сегодня, ведь сегодня праздник День Лени. Руслан, ну ты научишь. Полениться, конечно, хорошо, но продуктивность и активность намного лучше. И, кстати, сегодня Всемирный день Льва. Ничего себе. А я предлагаю посмотреть еще один увлекательный сюжет. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Сегодня здесь Захарова все именно так, как любил поэт. Русские народные забавы, хороводы, песни, развлечения, угощения и костюмы. 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин. Этот день отмечается во всем мире, но именно здесь, в Захарово, где прошло детство поэта, к этой дате особое отношение. Сегодня уникальный день. Сегодня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина мы празднуем сразу две даты. Это Всероссийский Пушкинский день и Международный день русского языка. Обе эти даты неразрывно связаны между друг другом, потому что именно Пушкин определил развитие художественного русского языка и вхождение его в состав международного культурного наследия. Мир глазами маленького Пушкина. Организаторы праздника на знаменитой Захаровской поляне постарались воссоздать его максимально точно. Уже в первый год после приезда сюда дворянский уволень и рохля превратился в шалуна и непоседу. Здесь он впитал лучшие русские традиции, народные обряды, фольклор и песни. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Красочный обряд русской деревенской свадьбы на народной сцене представили фольклорные коллективы и ансамбли округа. Игры и забавы, которым так любил предаваться с крестьянскими ребятишками маленький Саша, могли попробовать на праздники не только дети. Так, объясните, что нам нужно сделать? Мы сейчас встаем на бревно. У нас три подхода. За эти три подхода вам надо не коснуться земли ногой. Ну что ж, подержите? Давайте. Для интеллектуалов – литературный парк, книга под открытым небом, для чтения и просмотра фильмов на свежем воздухе. Мастер-классы по изобразительному искусству, плетению венков, декору. На ярмарке авторские творения более 75 предпринимателей. Фотозоны и активности на любой вкус. Бесконечные переливы народной и классической музыки, песен и стихов были слышны буквально отовсюду. Мы должны удивлять. Пушкинские праздники, смотря на то, что традиция – это уже современная история. Как писать абсолютно традиционный праздник, но современные реалии и требования уже более требовательные, более взыскательные публике. Нужно удивлять. Мы очень задолго начинаем готовиться к этому празднику. Мы очень задолго делаем постановки. Удивить гостей действительно удалось. Даже гроза и дождь никого не смогли напугать. Очень даже яркие выступления и интересные коллективы. Сегодня у нас в гостях вокалистка эстрадно-джазового направления и руководитель КДЦ «Успенский» Вероника Поздеева. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Вероника. Вы точно с творчеством на «ты». Расскажите, как начиналась ваша история. В творчество я пришла с пяти лет в культурно-досуговый центр «Успенский», а в семь лет я попала в большой детский хор «Радиотеледняя Россия». И практически десять лет проучилась там. Закончила параллельно Одинцовскую музыкальную школу по классу фортепиано. И в семнадцать лет поняла, что без музыки жить не могу. И после поступила в Институт современного искусства на факультет эстрадно-джазового вокала. Окончила бакалавриат, окончила магистратуру. И с 2011 года я преподаю в вокальной студии в культурно-досуговом центре «Успенский», где у меня много-много учеников, а также даже есть коллективы. Также интересный опыт у меня был. Я ездила в качестве солистки оркестра, ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов имени Некрасова по Европе. Вот эти гастроли дали мне большой толчок в развитии и в моем продвижении как певице и преподавателе. Здорово! Вероника, отличная история. Получается, у вас вся жизнь связана с музыкой. А расскажите, насколько вообще сейчас популярен такой жанр, как джаз? Он набирает обороты на самом деле. Он был известен в России с 30-х по 70-х годах приблизительно. Но именно сейчас за счет больших передач на разных телеканалах и несения творчества, именно эстрадно-джазовое, в массы, он, конечно, набирает обороты. Многие люди на нем учатся, и это очень-очень хорошо. Вероника, я надеюсь, вы пришли к нам не с пустыми руками и порадуете наших телезрителей своим исполнением. Да, обязательно. И исполню песню «Дружба». А вы, дорогие телезрители, присоединяйтесь и пойте вместе с нами. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, Земля и небо вспыхивают, вдруг веселье, частый, боль, разлуки, хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие годы. Мы так близки, что слов не нужно, чтоб повторять друг другу вновь, Что наша нежность и наша дружба сильнее страсти больше, чем любовь. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты и вот тогда. Тогда дадим друг другу слова, что будем вместе, вместе навсегда. Веселье час придет к нам снова, вернешься ты и вот тогда. Ника, спасибо за такую интересную песню, было очень весело и позитивно. Спасибо. Расскажите, что вас вдохновляет делать такую непростую музыку? Творчество – это безграничный пласт для воображения. И в этом вся жизнь. Это же так прекрасно творить, создавать что-то необычное. А даже если что-то где-то повторяется, делать еще лучше и лучше. То есть получается буквально что угодно может вдохновить на новую композицию? Конечно. Если песня нравится, располагает к себе. А если еще добавить какие-то подголоски, какие-то украшения, мелизматику, это же дорогого стоит. Вероника, а вот у вас еще есть фолк «Народная группа». Расскажите, пожалуйста, про идею создания. На самом деле все началось очень-очень скромно. На Масленицу нужно было в нашем КДЦ «Успенский» выступить, повеселить народ. Мы собрались, пять девчонок, и подобрали пару произведений фолк-народной композиции. Про Масленицу, про просто народные напевы, но в современной обработке. И мы поняли настолько, что жителям эта тема очень нравится. В нашем округе Одинцовском это востребовано. Мы начали потихонечку расширяться. Сейчас у меня в коллективе два профессиональных танцора и вокалист одновременно. Один режиссер-постановщик, который тоже является вокалистом. И нас в итоге семь человек. Мы уже наработали неплохую базу, сняли недавно клип на песню «Конь» из репертуара группы «Любе». И сейчас даже планируем выступить в парке «Патриот». Так что развитие, развитие и только вперед. Вероника, желаем вам успехов в ваших выступлениях. Расскажите, интересно ли вам еще какое-то творчество помимо пения? Я люблю рисовать, когда выдается возможность кататься на сноуборде. Ничего себе! А так, я люблю декорировать, создавать наши костюмы. Ну, конечно же, писать, прописывать партии, ансамблевые. Это моя любовь и страсть. Чем больше голосов я добавлю, тем интереснее и радость не моя жизнь становится. Вероника, вы такая яркая и позитивная девушка. Расскажите, пожалуйста, про ваши планы на будущее. В качестве карьеры это развивать свои, конечно же, ансамбли, продвигать и искать новые сцены, новые площадки. В личном плане, даже не знаю. Ждем мужа. Отлично. Своего принца, да? Принц есть. Мы его ждем. Ждем, да. Вероника, а теперь наша постоянная рубрика от ведущих «Блиц-опрос». Поехали. Ваше самое лучшее качество? Понимание. Отлично. Кем вы восхищались в детстве? Уитни Хьюстон. Какой город вам бы хотелось посетить в ближайшее время? Калининград. Там очень интересный город кошек. Я это видела в интернете, и мне очень хочется там побывать. Что самое главное в коллективе? Трудоспособность, исполняемость и регулярное посещение репетиций. Любимый фрукт? Лимон. Что вы любите делать утром? Спать. Вероника, спасибо огромное вам за беседу, за то, что провели это утро вместе с нами, и желаем вам хорошего дня. Всем доброго утра! А с вами, дорогие телезрители, продолжим через несколько секунд. Кстати, с утра полезно выпивать стакан воды, и по желанию можно добавить сок лимона. Поддерживаю. А еще много полезных для здоровья советов вы узнаете от нашего эксперта в рубрике «Про здоровье». Всем доброе утро, дорогие телезрители! С вами Анжела Серошка, и мы снова разговариваем с вами про здоровье. Сегодня снова будет смузи, но прежде чем я начну его готовить и расскажу, какой у нас будет смузи, я хочу с вами поделиться информацией, зачем же все-таки мы пьем смузи. Смотрите, можно же пить сок свежевыжатый, делать из различных фруктов и овощей. Да, можно, но, смотрите, если нет процесса жевания у нас, когда мы употребляем рацион только соки свежевыжатые, то у нас не вырабатывается в слюне амилаза. Это такой фермент, который помогает настроить наше пищеварение на нужный лад, и работает наш метаболизм. Поэтому для того, чтобы это было с пользой, и напиток приносил только хорошее позитивное настроение, хорошее пищеварение, поэтому был придуман смузи. И сегодня у нас рецепт смузи очищения. Туда входит свекла. Вы знаете о том, что свекла очень полезна. И она полезна именно в сыром виде. В смузи ее выпить очень даже вкусно, вот, и еще раз повторюсь, бесценно для нашего организма. Значит, я начну сейчас готовить, а вы повторяйте за мной. У нас чаша блендера. Я закладываю, естественно, свеклу. Приступаем готовить. Свеклу нужно очистить для того, чтобы она была без кожуры. Я закладываю в чашу блендера примерно одна маленькая свекла. Или половинка большой, смотря какую вы нашли. Так, теперь у нас идет яблоко. Яблоко желательно зеленое, достаточно половины яблока. Также закладываем в чашу блендера. Далее у нас пойдет лист салата. У меня обычный листовой салат. Можно, чтобы это был айсберг. Айсберг, кстати, очень вкусно получается с данным рецептом. Так, я закладываю салат. И обязательно добавляем воды. Примерно 200 миллилитров воды. Иду блендерить. Переливаю в свой стакан. Пахнет свеклой, естественно. Можно добавить специи. Если у вас нет проблем ЖКТ, вы можете добавить сюда куркума. Можно добавить даже базилик, когда вы будете готовить смузи. Семена льна, семена че. То есть все, что вы любите и привыкли употреблять в своем рационе. Вот. Я также посыплю в нее семечки. Смузи готов. Всем приятного аппетита. Полезного дня. И с добрым утром. С вами была Анжела Серошка. Катя, слушай. А чтобы обновить образ, обязательно посещать салон красоты. В салон красоты идти обязательно. Но все же еще лучше послушать наши советы от эксперта Ксюши Антоновой в рубрике про бьюти. Всем привет. С вами я, Ксюша Антонова. И вы смотрите про бьюти. Наша сегодняшняя тема – кисти для макияжа. Для более легкого и корректного нанесения декоративных продуктов используют кисти. Их различают по зонам, где они применяются. Для лица, губ, бровей, глаз и скул. Они могут быть из натурального ворса или искусственного. Из искусственного используют растушевывая жидкие средства или на кремовой основе. Натуральные хорошо работают с сухими пудровыми текстурами. Лучше купить меньше, но хорошего качества. Они позволят избежать плохую растушевку и неровности. Сколько кистей нужно для нанесения тональных средств? Как минимум три. Плоскую синтетическую для тонального крема. И две пушистые натуральные для румян и пудры. Плоская синтетическая кисть пользуется популярностью как у профессиональных визажистов, так и у новичков. С ее помощью можно легко распределить тональный крем максимально тонким слоем. Важный момент. Чтобы зафиксировать макияж, используйте похлопывающее движение кистью. Не растягивайте ее по лицу. Так вы только сдвинете тональный крем. Кисть для румян, сухих текстур сделана из натурального ворса. Она намного меньше размера, чем для пудры, так как предназначена для нанесения средства более локального. На яблочки щек и скулы. Такая кисть нередко имеет скошенный край для более удобного распределения средства. Плоская широкая кисть с ровным или косым срезом идеально подходит для растушевки сухих пудровых румян. С ее помощью можно подчеркнуть линию скул, заострить подбородок или сузить края носа. На сегодня это все. Вы смотрели Pro Beauty с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня! Быть красивыми здорово, но еще важно уделять время для физических нагрузок. Смотрим рубрику Pro Sport. Дорогие зрители, качаем ягодицы. Показываю. Укладываемся. Пока мы делаем все без веса, начинаем разогреваться. Уложились. Извиняюсь. Поехали. И качаем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разогрелись немножко и потом уже начинаем добавлять веса. Упражнение выпады. Очень эффективное упражнение на ягодичной. Очень хорошее. Раз. Делаем два, три, население, выдыхаем. Четыре, пять, шесть. Сейчас мы сделаем по десять. Раз. Семь, восемь. На каждую ногу. Девять, десять. Меняем ноги. И поехали дальше. Раз, два. Зафиксировали тело. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. И закончили. И так можно сделать подходик еще два. Качаем. Ягодицы обязательно. Понятное дело, что это все красиво, и это все супер, но в первую очередь это наше здоровье. Нет ягодиц, нет спины. Поясница плывет. То есть спина без попы никуда, и попа без спины тоже никуда. До свидания, дорогие наши зрители. Занимайтесь обязательно спортом. Всего вам хорошего. Интересный сюжет. Очень мотивирует заняться спортом. Да, и сейчас как раз самое время, чтобы вдохновиться с нашей Полиной Баховой в рубрике про творчество. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире творческая мастерская, и с вами Полина Бахова. Сегодня мы будем делать необычный подсвечник. Для этого нам понадобится баночка, обычная, можно какой-нибудь специфической формы. Затем нужны будут ракушки, потому что наш подсвечник будет в необычном морском стиле, так как на дворе лето, и разгар отпусков, ракушек и подобного материала наверняка у всех с отпусков набралось немало. Затем нужна веревка джутовая. Можно взять хлопковую веревку любого вида, то есть из натуральных материалов смотрится всегда интересно. И нам понадобится зерна в кофе, можно взять песочек декоративный, это тоже подойдет. Для начала нашу баночку мы должны красиво оплести с помощью наших веревочек. Делаем основу, отрезаем по горловине джутовую нить необходимой длины с запасом на узелок. Теперь отрезаем дополнительные веревочки, складываем их вдвое, ну примерно вот такая длина, смотря какая у нас баночка, какой величины. И закрепляем на нашей веревке основе с помощью узлов. Сколько веревочек мы сейчас с вами в ходе работы выясним, потому что их может быть любое количество. Сейчас мы примерим, как у нас получается. В принципе, можно сделать еще одну веревочку, чтобы переплетения были погуще. Так, веревочки мы закрепили. Теперь завязываем их вокруг горлышка нашей баночки. Потом ненужные мы уберем. Так. Можно даже у нас банка такая специфическая, горлышко не заужина, как у всех баночек, поэтому можно потом прихватить клеем, потому что он может спрыгивать. Итак, веревочку мы закрепили и теперь оплетаем нашу баночку с помощью обычных узлов. Для этого дополнительные веревки мы между собой в шахматном порядке завязываем обычными узлами. То есть берем с одного узелка веревочку и веревочку с соседнего узелка и делаем между ними, между этими веревочками, закрепляем узелок. Итак, все веревочки мы провязываем. Итак, один ряд узелков в шахматном порядке мы закончили. Теперь нужно провязать точно такие же узелки рядочком ниже. Для этого берем опять две соседние веревочки и переплетаем их между собой. У меня джут довольно плотный, он бывает разный, джутовая нить. Наверное, потоньше смотрелся бы мягче. Но из этого тоже получается очень необычно. Сейчас мы посмотрим, требуется ли провязать третий ряд или мы можем уже просто закрепить наши веревочки внизу. Таким образом, с помощью техники макраме и плетения узлов мы украшаем обычную баночку. Таким образом, все скальзывает. Пока включаем клей-пистолет, чтобы он нагрелся, потому что в скором времени он нам понадобится. Так. И натягиваем наши веревочки и возле вот так вот их к донышку равномерно распределяем, натягиваем и закрепляем с помощью такой же еще одной веревки. Крепко завязываем. Ну, все. Так. И можно сделать прямо несколько намоток. Ведь смотрится тоже так очень необычно. Так. И закрепляем. Так. Проверяем, что у нас получилось. Вот так. Нитки ненужные отрезаем. Кончики у нас могут остаться, потому что наш подсвечник будет подвесной. Он будет... Его можно будет куда-нибудь повесить. Оформим горлышко. У баночки оно, как правило, резное, поэтому мы можем его либо обмотать снова веревкой, либо можем наклеить, украсить ракушечками, камнями. Можно также украсить его кофейными зернами, какими-то еще необычными элементами. У нас есть ракушечки. Я выбрала поменьше. С помощью клея пистолета мы их будем прикреплять к нашему горлышку. Так. Клей расплавился. И пробуем. Можно вот такие вот необычные приклеивать прямо можно к самой баночке, либо к веревочкам. здесь уже мы подключаем фантазию и делаем так, как нам хочется. Украшаем наш подсвечник. Вот такая необычная. Можно с одной стороны сгруппировать все украшения, можно распределить их равномерно по баночке. Теперь нам необходимо наполнить баночку либо декоративным песком, либо можно кофейными зернами, можно даже рисом. Будет смотреться тоже очень необычно и красиво. Так, заполняем ее дно. То есть можно даже до половины не досыпать, а просто наполнить дно. И теперь внутрь можно поставить свечку. Это может быть либо обычная какая-то большая свеча. Я выбрала небольшую, вот такую вот, которая держится на плаву, и мы поставим ее в нашу баночку. Сюда же можно добавить ракушки, можно добавить какие-то необычные камушки. Можно, если баночка большая или емкость стеклянная большая, можно даже сделать целые композиции с маленькими корабликами, лодочками или еще какими-то морскими элементами. Поставим сюда камушки. На кофейных зернах очень красиво смотрятся белые ракушки и камни. Так, и еще мы забыли, вот у нас осталась веревочка как раз для того, чтобы сделать петлю, потому что наша свеча в морском стиле будет подвесная. Закрепляем веревочку с двух сторон. Если веревочки побольше было бы, можно было бы лучше обмотать горлышко в несколько раз, чтобы было понадежнее. и сделать петельку, но у нас пока только такой вариант, поэтому делаем из того, что есть. Можно ее закрепить узелочками. так, довязку. Убираем ненужное, можно сделать еще петлю сверху. Почти все готово и остается самый главный виновник торжества. Хочется его зажечь и посмотреть, как будет смотреться наша необычная конструкция, украшение, подвесная свеча. Нужно аккуратненько ее поставить, чтобы она ровно постояла у нас. Сейчас она разгорится. Если выключить свет, мне кажется, будет смотреться очень красиво, необычно. У нас получилась вот такая необычная свеча. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся на ОТВ в творческом мастерской. С вами была Полина Бахова. Не знаю, романтик я или нет, но я люблю делать девушкам комплименты. А лучший комплимент – это цветы. Руслан, такой неожиданный подарок. А подробнее про язык цветов нам расскажет наш эксперт Елена Золотарева в рубрике про цветы. Доброе утро. С вами Елена Золотарева. И сегодня мы поговорим о транспортировке цветов. Вы приобрели букет для своих любимых. И вам нужно вести его достаточно долгое время. Два, три часа. Обязательно попросите вашего флориста поставить букет либо в аквабокс, либо сделать композицию в коробке, либо в корзине. Что на самом деле я рекомендую всегда для долгоперевозки делать цветы на оазисе, в губке, которая пропитана водой. И есть гарантия, что даже в жару ваши цветы всегда останутся свежими. Если, к сожалению, в магазине не оказалось губки, аквабокса, либо коробки, ну бывает такое. Попросите флориста завернуть ваш букет либо в мокрую тряпочку, либо сделать аквабокс из пакета. Но там обязательно должна быть вода. Потому что в жару цветы, к сожалению, очень быстро увядают. Победительная просьба наших покупателей – никогда не возите букеты в багажнике. К сожалению, очень сильно повреждается цветок и восстановлению практически не подлежит. Следуйте этим простым советам, и всегда ваши цветы будут оставаться свежим, и вы будете всегда дарить только эмоции. С вами была цветочная фея Золотарева Елена. Пока-пока. Полезное утро – залог продуктивного дня. Но осталась еще одна деталь, про которую обязательно нужно сказать. Точно. Все самое интересное вы узнаете в нашем гороскопе на 10 августа. Овен. Сегодня мелкие проказы овнов будут, наоборот, умилять близких им людей. Овнам не стоит сегодня терять границу между уверенностью и самоуверенностью. Если сегодня овны попадут под влияние собственной лени, то потом не скоро смогут наверстать упущенное время. Телец. Сегодня тельцам покажется, что весь мир крутится возле них одних. Наслаждайтесь. Тельцы, во избежание разных курьезов, залягте на сегодня на дно. Глупая ревность, как паранойя, будет преследовать тельцов целый день. Близнецы. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Именно с этой мыслью вы сегодня будете засыпать. Какую героическую настойчивость вы сегодня не проявили, но двери, в которой вы тарабаните, не только глухие, но и, скорее всего, уже прочно закрытые. Вы настойчиво пытаетесь вернуться в прошлое, не замечая прекрасного своего настоящего. Раки. Раки, договоритесь о встрече с друзьями. Будет весело. День, располагающий к общению с детьми. Раки, не пытайтесь загревать жар чужими руками. Львы. Сегодня на устах львов будет слово «фортуна», которое сегодня явно им улыбается. Сегодня, возможно, повышенная раздражительность. Если прислушиваться к советам, этот день пройдет с наименьшими осложнениями. Девы. Автомобилисты девы сегодня будут весь день попадать на зеленую волну. Девам очень будет хотеться сбежать куда-то подальше от дома. К сожалению, сегодня интуиция может подвести дев. Весы. Всего за один день весы смогут разгрести гору дел, которые постоянно откладывали на потом. Звезды благословляют сегодня весов на разрушение стереотипов. Просмотр телевизора или фильма навеет печально чувствительных весов. Скорпион. Если хотите иметь хорошую физическую форму, начните заниматься ею прямо сейчас. Сегодня скорпионам лучше занять позицию наблюдателя. Скорпионам не стоит ходить сегодня в те места, в которых он не был раньше. Стрельцы. Сегодня все вокруг как будто наелись смешинок. И вы тоже заразитесь смехом. Сегодня ваши вредные привычки дадут о себе знать со стороны здоровья. Возможно, случайная встреча у стрельцов с тем, кого он хотел бы больше никогда не видеть. Козероги. Отличный день для того, чтобы всей семьей придумать свои собственные традиции. Ветер сомнительных перемен сегодня дойдет до козерогов. Все сегодня будут норовить обратиться к козерогам, тогда как им будет хотеться одиночества. Водолей. Водолеи плывут по жизни медленно, но уверенно, зная, что они уже почти у цели, и от этого их глаза наполнены волшебным блеском. Пора покончить с незаконченными делами. Водолеем стимулируя себя фразой «сейчас» или «никогда». Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло. Рыбы. День не будет скучным, вы отправитесь в маленькое путешествие. Главное не забывать запастись вкусным подкреплением и взять с собой любимых людей. Больше двигайтесь в этот день. На встречу новому дню. Желаем новых побед и позитивного настроения. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!